Придавал все судьи праведным, который на будущем судья воздаст каждому по делам без всякого лицеприятия по сущей справедливости. Вечер уже после ужина. Игнатий Тихович что-то делает. Чем вы занимаетесь? Пока завещали. Я тебе благодарю. Прощение, что он три минуты задержался. Вот накладываю. Это она у нас уже без головы, без внутренности. Карась. Мы карася завозили сами и других районов. Сразу выпустили больше двух тысяч. Вот так вот. Теперь я головы-то нет, а кончики вот это отрезаю. Вот они лежат кошкой. Тут некуда ложить. Вас спрашивают. Так, подожди. Володя говорит, вы меня ищите? Да, ваше время, Игнатий Тихонович. Мир вам. А я там рыбалкой занялся. Ну ладно. Вот мы не смеем посягать на ваше время. Что-то тут не работает или еще? Ну мы вас хорошо слышим, но правда не видим. А не видите, почему? Я сейчас сделаю, вы будете видеть. Сейчас мы прямо, буквально минутку. Ну-ка как? Отлично видно. Отлично. Сейчас сделаю на плюс еще выше. Мы сейчас комнаты свои вымеряем. Хотел сказать, где я жил раньше. Там было 12,8 квадратных метра по стене. Это входит тут и туалет, кухня, мастерская, столовая, приемная гостей. Двенадцать и восемь десятых. Вот каждый к себе прикинь, как это будет. И у меня одиннадцать человек могли, а я недалеко от вокзала был, приходить. И на полу ни одного нету. Вот видно, вот как, вот это, ну стеллажи. Да, видно, хорошо видно. Так охота назвать нары. Вот у нас называется палатик. Три этажа, ширина на два человека. Ну и вся комната так вот разбита была. Маленькая лесенка, по ней быстро залезти можно. Это сколько приходило, собрание было, люди приезжали. Меня там два раза КГБ опрастывало, все забирали. Ну и вот сейчас это под снос пошло, там, вот вид, барачный тип был. А сейчас вот в этой комнате живем, вот, вы видите, комната сейчас 3,20 на 3,90. Десять, десять, девяносто две сотых. Ну, то есть одиннадцать квадратных метров комната. А кухня тоже большая, 2,78 на 3,90, 12,48. Общая 23,30 с кухней. И вот сколько у меня здесь в палате? Здесь три, да там три, это шесть. Шесть умножить на два уже 12. То есть она по ширине. Ну, люди ночевать-то, что приходят где-то. Там больше, там больше. Та половинка больше. Больше? Больше. А откуда ты узнал? Знаю. Ну, покажи, данные какие. Покажу потом. Она уже комната-то. Больше, больше. Она уже. Потому что это кровать, и рядом они близко сходились. И одно окно, а тут два окна. Она никак не больше. Где? Там два окна тоже. Ты про какую говоришь? Про Надежду Василину. А-а-а. У ней больше. Ну. А я бы, ну, вот это со строительной, с барашкой. А, нет, нет. Ну, так, чтобы... Нету. А высота 2,65. Мы только сейчас замерили. Так, ну, Ваш вопрос какой? Ну, хочется просто сказать поэтому, то, что Вы сейчас сказали. Многие живут в таких хоромах, и им всё тесно. А Вы в такой маленькой, и прямо превзошли всех этих языческих философов, которые там в бочках жили и прочее. Так у меня тут... Я вот здесь занимаюсь, а тут процессор стоит, где динамики эти. Вот, это Сергей Козлов, парализованный купил. У меня всё как будто бы, вот, я не знаю, у меня ни денег нет, ничего, и всё есть. Вот один человек говорит, Вы не слушаетесь никого. Я говорю, а что, в чём дело-то? Ну, я тебе что хочу сделать, чтобы меня это вроде приняли. Я говорю, ну, приходи, сиди тут. А он что, чтобы я не оборачивался. Он купил новый и принёс. Занятие, иду с университета. Пурга такая, на колесе стоит коробка. Кто она? Может быть, мина замедленного действия. Оказалось, монитор большой. И по сей день не знаю кто. Одно время у меня было так, когда там вторая строительная, 62-16 в Барнауре жили. Я ключ убрал. И все бомжи стали ко мне приходить. Я им дал пищу изготовленную. Работаю я печеньком. У меня деньги есть. И они приходят, ночуют и уходят. Но никто не курит, ничего. Вообще не запертая комната. Дома меня те на работе. Они приходят, тут хозяйничают. Совершенно незнакомые люди. Вот до какого состояния опустился я. А потом, когда приехали адвентисты седьмого дня, Бутов там у них есть такой, Вадим, профессор считается, Заокская академия. Ну и там один подошел, Такой благородного вида мужчина, Окладистая борода у него. И подошел, улыбается, Одет и прилично. А вы меня не узнаете, наверное. Я говорю, а кто вы? Да я бомж, который к вам приходил. Ведь я слышал, Как вы приходите, занятия ведете, Там нас все учили. И вот я обратился к Богу. Вот как Бог делает. Ходят всякие ко мне домой люди там. И вот один однажды звонит. Звонит и говорит. Простите меня, я умираю, Умираю, болею. И сейчас так прямо чувствую, Приступы такие. Вот, вы меня принимали, кормили, А я все там в КГБ докладывал. Они просили, я был, я все рассказывал. Я говорю, Геннадий, расскажи, Что ты им рассказывал? Ну что у вас сестра работает на заводе? Да конья так знают. Конкретно, что ты мог сказать, Когда у нас занятия идут по блаженному пепелакту? Откровение где-то. Мы что-то неладно. Им-то это зачем надо? Да не заботься ты об этом, Перестань плакать. Помирай спокойно. Утешил я его, вылечил. Вот столько историй, Все они интересные. Прямо интересные. А другое время у меня собака ученая была. Даже две собаки. Я в уголовном розыске занимался. Дверь не запиралась. Она любила у меня жареную рыбу со сметаной. Если я не разрешу, Одно блюдо оставляю на полу. Нельзя. Уйду, приду, она рядом лежит и языком не лезнет. Первое место заняли на экзамене. Один потерял стек свой, Который у него кобель такой не слушался. Он как бы драл. Ну это у казаков такое есть. Ну и найти где найдет. Я подошел к хозяину, Половинку кирпича, Я говорю, возьми в руки свои. А теперь брось ее куда-нибудь в кусты. А я потом приду с собакой И найдем по твоим следам и здесь. Но она кирпич сразу в зубы взяла и вынесет. Я дальше ее отпускаю уже с поводка. И она пошла шнырять там. Это в юбиленном парке были. Ночью, зимой. Приезжала милиция, забирали. Серьезные занятия были. И она нашла. У нее как у пескаря вот так усы висят. Она короткая, бишь. А мы сразу к экзаменационной комиссии туда. Вот все нашли. Вот один раз на экзаменах было так. Кто-то видели сюда. Нехороший человек. Говорит, пошел. Вы не могли бы найти его. А рядом протекает пивоварка. Такая маленькая речушка. Ну ее в простонародье зовут Говенка. Вот. И след она взяла. Ну и теперь пошли ночью. То у нее фонарик на этом. На ошейнике-то. Она бежит по кладбище. Там кладбище. А мне-то надо бежать. Она быстро по следу идет. Потом лает. Лает. Ко мне опорт. Значит, она нашла что-то. Он бросил. Коробку от папирос. Я его забираю. Снова она на следы идет. Я бегу по дороге возле кладбища. Она по кладбищу. Я ее не вижу. Я кричу сидеть. А не вижу где. Голос. Она тогда лает. Я вижу, что она отстала от меня там метров на 20. Серьезное дело-то. Ну и прошли. А он два раза речку перешел туда и сюда. И она взяла след и там и здесь. Теперь дальше в ранжирный парк. И там бетонный колодец. И она на колодец лапами встала. Железная крышка закрыта. И давай лает. Ну тогда что? Оружие в руки. Крышку сбрасываю. Влазь. Ну и дальше мы повели его. Обратно этим же путем. Где наши там занятия идут. А в это время видим, один вандал ломает кресты, памятники. Мне пришлось этого вперед направить. А теперь этого уже руки назад. И вот так оправдались. Я занимался много собаками. И который сегодня... Вот я с которым ездил. Он чемпион России. Ураган. Я говорю, что он знает? Это у нас в третьем классе знали. У нас высшее образование считалось. За три километра, видели, человек прошел. Я туда иду. А собака просто бегает. А след. И она начинает челочным образом ходить. Наконец нашла сидеть. Теперь мне надо определить, в какую сторону идти. По следам. Но тут легко видать. Ну, это уже в другой деревне будет он. Залез на баню и там спрятался. Вот я занимался сколько собак. Сколько я штанов взорвал. Но она всегда рядом. Вот я ложусь спать. На другой стенке другой. Там у меня жена, Надежда Васильевна. Я скажу, охраняй. Она на кровати лежит. Все. Она даже, простись, поцеловать не подпустит. Даже ревновала. Собака как. Я куда еду, с собой всегда ее беру в вагоне. Вот каким бы делом ни занимался, мне почему-то так интересно. Вот сегодня вожусь опять с голубями. Еще выводок один. А уже морозы. Что, как сделать? Как их выпускать? Как кормить? С семечками там. А которые недели две назад уже было. Они прям уже пером оперяются. Ну, у нас тут обещают до 30 градусов будет. Могут замерзнуть. А в комнату приносить. Они их откажутся. Я вот выставляю ролик. Он как-то называется. Голубенок. Безбородые папы римские. И этот голубенок у меня прирученный. Вы посмотрите, когда. До того вам понравится. Я выставлю вот здесь. Только кончим. Урок-то я сюда и выставлю. И вы увидите, как этот голубенок летит. Садится ко мне на плечо. И дальше в ухо. А папа римский почему бороду сбрел? А во время службы слетел голубь и в ухо. И он у меня в ухо этот тоже. Но я им не говорю. Смотрите, а я положил там три семечки подсолнечные. А вот что он вам говорит. Ну, он вам говорит, что не распускайте уши. Что попало, говорят-то. Вот так. А второй раз. Опять он так сел на плечо. И я говорю, я могу перевести, что он говорит это. Ну, он говорит так, что слушайте Господние слова. А не то, что семечки достают вот у вас. Всем интересно смотреть. Вот так. По теме вопросы. Да, будем ждать ролик. Ну, если по теме вопросы-то есть, я вот он. Братья, задавайте вопросы, не стесняйтесь. Есть вопросы? Сегодня у меня хорошая встреча с мусульманами были. В чат-рулетке. Просто одна мусульманка молодая волосы распустила. И я с ней как беседовал. И записал записи сделал. И один такой, который вначале как-то не заладилось. А потом пошел, достал свою книгу, Коран. И стал считать, но перевести. Она мой перевод уже сделанный. И договорились, что он меня в скайпе найдет. Молодой, где-то 21 год. Но видно, что можно поговорить с ним. Обычно они ничего не знают. Ну и давай, как вы на это смотрите? Я говорю, мне не надо смотреть. У меня Евангелие. Поэтому у меня практика другая, чем у Данила Сысоева. Он разбирает там, где сходится место другое, не сходится. Какие там хадисы. Мне зачем это? Я ему считаю Евангелие. Меня Бог не послал опровергать кого-то. Я говорю, 4.12 Деяния апостолов. Нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Кроме Иисуса Христа. Скажите, вы входите в это? Нет? А не. Так у нас Иса тоже. Иса, это Иса, пророк. Вы говорите, я не опровергаю. Может, и был. Но Иисус Христос. Да, это ваш Христос. Нет. Между нашим и вашим, я говорю, 1600 лет. Откуда вы знаете? Я говорю, 19 сура, 28 аят. Считайте. 3 сура, 35, 36 аят. Сравнить надо с исходом 6 глава, 20 стих. Все. Вот надо совсем немного знать. А так, когда обычно разговариваю, я говорю, открывайте. 5 сура, Альмайда называется. Альмайда, трапеза. И 68 аят. Говорит, Всевышний дал нам и жил, Евангелие, чтобы я по нему поступал. Я так и делаю. Я говорю, ваша книга меня одобряет. На пророка сказано. Я говорю, сказано, будут же пророки во имя мое приходить. Я говорю, вот вы сами подумайте, кто вы. Я вашу не трогаю книгу. Я Евангелие проповедую. А если я по-другому буду, а вы по-другому учите. Это Галатан, 1 глава, 8-9 стих. Мы, или ангел с неба, будет не то благовествовать, да будет анафема. Харем. Проклятие. Все. Дальше разговоры идут уже. Даже руки поднимать не надо. Все ясно. Конкретно. А вот такой-то нас здесь там называют. Он на каждом шагу лжет. Ну как же? Он говорит, что Христос себя не называл Господом Богом. Называл. А где написано? Иоанна, 13 глава, 13 стих. Вы называете меня Господом, И я действительно то. Я действительно то. Все. А его, говорит, хотели убить камнями побыть. Ты человек и делаешь себя равным Богу. Значит, в окружности все понимали, что он делает себя равным Богу. Он не посчитал хищением, как пишет перед писем Павел, быть равным Богу. Это его, он безначальный, родился как сын человеческий. 2022 год. Ну и тут 4 года ошибка всего. 6-й идет год. А от Адама идет нынче 7530 год. С ними надо знать, я говорю, как вот. Ну, последователь-то немного у меня с мусульманами беседовать. Из них очень хорошие получаются священники. Вот Сергей Игнатов на меня что-то выходит, пишет. Вот, я выставлю сейчас несколько роликов после этого у себя. Там посмотрите, кто что найдет для себя. Ну, постараюсь. Вот это в голове. Посмотрите, особенно голубенка. Сколько люди-то держат голубей. Я на улице иду, они за мной бегут все. Воду несу, они впереди меня топшутся бегут. Выйду на кащале посидеть, они не дают рядом. Сейчас у меня нет таких, которые на руки. А там есть картины, фотографии. Я стою, руки протянул, а на каждую руку садится голубь. Свои. Да какая польза от них? О-о-о! Они продляют жизнь, дают настрой. Большая статья была в Алтайке. Большая, губернская газета. У злого человека голуби не живут. У меня доказательства, что я не злой говорю. Которые нападают-то. Я убежден в этом. Так, так и есть. Выгоды никакой нету от них, кроме радости. Радость, как они воркуют. Как они голову на бок смотрят. На тебя я прихожу. Начинай христосоваться с ними. Так, вопросы? Игнатий Тихонович, я слышал где-то, что вот эта блудница, которая, Господу, волосами, слезами оттирала ноги, там в мир обозлила. Это Мария Магдалина. Это правда или нет? Что Мария Магдалина? Плакала? Блудница та, которая, Господу, волосами оттерла ноги, слезами. Это, говорят, другая. Там несколько Марий было. И Блаженная Пифилакта, Златоуз, говорят, это другая Мария. И Мария, Мать Иисуса Христа. Тут надо разбираться. Да, потому что там нестыковка. Нестыковка идет, как бы. Мария Магдалина же уже с Марфой там, они раньше до этого встречались. А это не Мария Магдалина, это другая Мария тоже. А она никакой сестры не имела. Понятно. Вот, допустим, с Самарянкой беседовал. Как-то узнали, что звать ее Фатина. Фатина это фото. Свет идет. Светлана. Вот, Светлана. И у нее сын был Виктор. И будто бы, она когда проповедовала, ее казнили и бросили в колодец. Ее первая встреча была у колодца. А сын военный был. Вот какие-то данные Дмитрий Ростовский, митрополит, находил где-то. То духовный луг, то еще что-то. И опровергать ты... А чего опровергать, когда взамен еще не даешь? Это, конечно. Ее Мария Магдалина это единственная за всю историю человек, имеющий такое звание, которого никто не имел никогда. Ни пророки, ни апостолы. Она называется апостол для апостолов. О! Как церковь ее завеличала. И главное, ее житие не считают церкви. А Мария Египетская, которая ни дня не жила по Евангелию, ничего евангельского вообще не было в ней. А 47 лет она мучилась в пустыне, и все еще запах вина, музыки слушала, рок-н-ролл там, что там она. Ее каждый год считают при Андреи Критском оканоне. Зачем? За 47 лет, которая была в пустыне, и прошло больше тысячи лет, и ни одного подражателя нету. А у Марии Магдалины подражателей много. Вот наши сестры здесь. Я уж не буду перечислять, чтобы других не обидеть. Вот смотрите, как они утрами, днем молятся. Вот Валентина Сергеевна Хапелина крещение у нас принимала, Ольга Николаевна. Вот. Она, Савченко, она, не Савченко сейчас как-то, что-то, вот. Вот. Она крещение принимала. Я, которых сестер вижу. Здесь наши. Они прямо апостольский труд несут. Вот. Посмотрите, когда отзывы о Наталье Усатой дает Елена Гладычюх, Ирина Кондратюх. Ну, я могу многих называть здесь, которые были там у нас, с кем и так знакомы, близко, которые участвуют в корректировке книг. Нам Бог дает радость видеть сестер. Посмотрите, как они одеты здесь. Какой у них вид? Мусульмане, когда они идут у нас тут из храма, дороги делают, они, это наши мусульманки. Они говорят, мы христианки. Нет, вы мусульманки. Одеты в два платка, как хиджаб. Платье почти до полу. Ну, которые не переодеваются. А которые переоденутся, там, на работу торопятся. но те уже по-другому. Вот так. Вопросы? Нету? Тогда готовимся на молитву. Назначает Игнатий Тихонович. Да, сейчас я посмотрю еще, кто у нас здесь. Вот. Марина Михайлюк здесь? Ой, Господи, прости. Нету? Нету, да? Голоса не подает. Ну, неизвестно, почему не подает-то голосу-то. Так. Елена Гладыщук здесь? Здесь. Вот. Кто тут пропоет достойно, кратко помолитесь своими словами, не забудьте в конце прославить Троицу, Отцу и Сыну Святого Духа, и громко аминь. И кто с ней будет согласен, с ее молитвой, не с тем, что поется. Тоже все отвечаете аминь. Согласно первого послания апостола Павла, Павла Коринфянам, эта молитва делается вашей. Как, говорит, посторонне может сказать аминь, если не понимает. Поэтому можно молиться своими словами, не употреблять, ни японский, ни китайский. Ну, все. Во славу Божию. Достойно есть якова истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувин, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога слова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Богородицу Тя величаем. Устала.